МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Годы идут, проблемы не решаются. Почему дети в Кизлярском районе вынуждены добираться в школу пешком, по бездорожью? Узнаете в сюжете моих коллег. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благодарностью главы Дагестана отмечены свыше 10 тысяч медработников. В канун Дня медицинского работника Владимир Васильев наградил медперсонал. Всех, кто внес бесценный вклад в спасение больных коронавирусной инфекцией. Дагестанские медики, не щадя своих сил, месяцами не видя родных и близких, день и ночь сражались за жизни своих земляков. Сражались, как на передовой. И победили. Коварный вирус все же отступил, благодаря людям в белых халатах и защитных комбинезонах, чей высокий профессионализм, мужество и самоотверженность признали и не раз подчеркивали их коллеги из Москвы и других российских регионов. Расходы на борьбу с коронавирусом в Дагестане составили 4,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава региона Владимир Васильев. По его словам, к борьбе с COVID-19 не был готов не только Дагестан, но и весь мир. Тем не менее, ситуацию удалось стабилизировать, в том числе благодаря тому, что с 2017 года планомерно увеличивалось финансирование сферы медицины. Он отметил, что из федерального бюджета региону было выделено на эти цели 2,5 миллиарда рублей. Деньги пошли на стимулирующие выплаты врачам и оснащение коечного фонда. При этом, как отметил глава региона, практически половина всех потраченных на борьбу с COVID-19 средств были выделены из республиканского бюджета. Средства в размере 2,3 миллиарда рублей были направлены на приобретение лекарств, дезинфицирующих средств и СИЗов, аппаратов ИВЛ и КТ и на многое другое. На этой неделе наша страна отметила две значимые даты. 22 июня – День памяти и скорби. 79-летие со дня начала Великой Отечественной войны. А 24 июня – 75-летие Первого Парада Победы, поставившего точку в той войне. Во многих городах России именно 24 июня было решено провести военные парады. Не стал исключением и Дагестан. 22 июня 1941 года ранним утром фашистская Германия напала на Советский Союз. Эта трагическая дата с тех пор навеки врезалась в память поколений, как день начала Великой Отечественной войны. Сотрудники МВД по Республике Дагестан в этом году приняли участие в общероссийской патриотической акции «Завтра была война». До свидания, друг мой, без руки, без слова. Не грусти и не печаль, правей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. Война унесла 27 миллионов жизней советских граждан. Многие матери, дочери, сестры и жены проводили своих мужчин на фронт и больше никогда их не видели. Память павших чтят благодарные потомки по сегодняшний день. Со свечами в руках у вечного огня представители МВД вспомнили героев былых времен. Сотрудники правоохранительных органов возложили цветы к мемориалу погибшим в годы войны и сложили из свечи надпись «Помним и чтим». Из Дагестана на фронт ушло более 180 тысяч человек. Дагестанцы героически сражались у стен Бреста, Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Новороссийска, освобождали Белоруссию и Украину. За проявленное мужество высокими правительственными наградами были отмечены многие наши земляки. Помните? Через века, через года. В памяти героев Великой Отечественной в небо были запущены воздушные шары и бумажные фонари. В этом году Россия отмечает 75-ю годовщину Великой Победы. Но ситуация с пандемией коронавируса внесла свои коррективы в нашу жизнь. Были отменены все массовые мероприятия, и Парад Победы не стал исключением. Но событие, которого все ждали с особым трепетом, все же состоялось. Дагестанских ветеранов 24 июня чествовали на главной площади Каспийска. Парад смотрела и наш корреспондент Зумруд Гамидова. Ей слово. «Отчетного караула, состоящего из четырех злодов, олицетворяющих три вида вооруженных сил, сухопутные войска». Утром 9 мая дагестанцы по традиции всегда собирались на главной площади Махачкалы, где проходил торжественный митинг в честь Великой Победы. В этом году главный парад республики впервые прошел в Каспийске. Подобные мероприятия не проводились в этом городе 18 лет. С тех пор, как праздничная дата была омрачена страшной трагедией. Тогда на параде 9 мая в 2002 году здесь произошел теракт. Сегодня по понятным причинам парад прошел в особом формате, без зрителей. Но это не помешало с размахом отметить знаменательную дату. Перед началом шествия гости праздника прослушали обращение Владимира Путина. «В этом году традиционные торжества в честь Победы проходят в России 24 июня». Ровно 75 лет назад, в ознаменовании окончания Великой Отечественной войны, здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. Солдаты и офицеры вооруженных сил стройными рядами маршем прошли по главной площади Каспийска. Более полутора тысяч военнослужащих приняли участие в торжественном шествии. Феерично прошли колонны грозной боевой техники, а над площадью на небольшой высоте пролетели вертолеты и самолеты Воздушно-космических сил России. Но все внимание, все главные слова сегодня, конечно, им, ветеранам. Сердечная благодарность за великий подвиг, который мы помним. Это мой праздник. Я хотел такой праздник, чтобы нам было каждый месяц. Это незабываемый праздник. Дай Бог вам здоровья. Ну, поздравляю всех с таким великим праздником. Дай Бог, чтобы его больше не было, таких войн, чтобы не было. Спасибо. Чтобы дети жили нормально, в полуходили, чтобы люди имели работу, а чтобы не убегали, как когда-то было. С троевым шагом по Каспийской площади прошли расчеты пограничников, колонны Росгвардейцев, полиции, силы МЧС и таможни. Возглавили пешую колонну военнослужащие соединения надводных кораблей и полка морской пехоты Каспийской флотилии, а командовал парадом капитан первого ранга Сергей Якимов. В общей сложности в параде приняли участие около полутора тысячи человек. 25 единиц боевой и специальной техники, 10 летательных аппаратов, это вертолеты и самолеты. Как вы, наверное, видели, и, наверное, со мной согласитесь, все у нас получилось, все у нас удалось. И, на мой взгляд, оценку, которую заслужили военнослужащие, это отлично. Одним из первых на построение пришел председатель Союза ветеранов республики. Он поздравляет всех присутствующих и еще раз напоминает, почему так важно помнить те страшные дни войны. Когда-то фашисты планировали провести парад на Красной площади. Но вместе с этого парада парад состоялся в 1945 году в Берлине. Там, откуда началась война, там она и закончилась. Миллионы людей сложили свою голову за свободу и независимость нашей страны. Вечная слава победителям. Из 180 тысяч дагестанцев, ушедших на фронт, почти половина не вернулась с полей сражений. Они погибли, защищая свои семьи, дома и свою родину. Масштабы их подвигов трудно переоценить. Они не потеряют своей значимости с годами, ведь защищавшие нашу родину тогда спасли не только свою страну, но и весь мир от чумы фашизма. К юбилею Великой Победы в Горном Лагском районе открыли аллею памяти героев далекой и близкой войны. Имена и портреты участников Великой Отечественной украсили главную улицу районного центра. На открытии побывал глава муниципального района, родственники ветеранов и те, кому завещано хранить народную память, представители подрастающего поколения. Хадижа Курбанова расскажет подробности. Чтобы все знали героев в лицо, в самом центре живописного кумуха теперь размещены фотографии участников Великой Отечественной, как символ народной памяти, как напоминание о подвиге поколения победителей и тех страшных муках, через которые прошли наши предки. Здесь портреты ветеранов, удостоенных высоких наград не только выходцев из Лагского района, но и фронтовиков со всего Дагестана. Естественно, мы готовились к этому юбилейному мероприятию «75 лет победы Великой Отечественной войны». И арккомитеты обсудили. Мы не отделяем лагских, даргинских, аварских, русских героев. Героев Дагестана, аллеи героев Дагестана здесь. И арккомитеты обсудили. Мы, конечно, это хотели по-другому. Как всегда, мы проводили 9 мая парад провести здесь. Ситуация с коронавирусом нарушила грандиозные планы. Яркого парада в честь окончания войны в этом году ждать не пришлось. Это расстроило многих, ведь для жителей села история войны – личная или семейная история жизни. На фронт из Лагского района отправились более 6 тысяч человек. Сегодня, 79 лет спустя, на открытие аллеи славы собрались и родственники ветеранов. Для них это событие знаковое. Многие не сдерживали эмоции. С нашей семьи, семьи Шахшаевых, ушли на фронт 6 человек. Двое не вернулись. Один умер на Украине, один умер под Сталинградом. Для моего отца и для нас, его детей, это очень важный праздник. День Победы. Он бы гордился, что открыли эту аллею. Во-первых, я от учетчего своего отца, от тех 6 тысяч лакцев, которые ушли на фронт, воевали в 41-45-х годах, хочу поздравить весь народ той великой державы Советского Союза с юбилеем нашей Победы. Имена Героев Победы и краткая история их жизней украсили центр горного Кумуха. Почетное место выбрано не случайно. Здесь же рядом парк, куда часто приходит молодежь, которая, на примере героев прошлого, должна созидать и строить будущее. Да, конечно, это важно. Например, даже из моей семьи есть дедушка и бабушка, которые воевали. Для нашей семьи это очень такая дата, можно сказать. Мы бы сейчас не жили вот так вот, свободно. Мы не знаем, что могло бы быть, если бы не эти люди. Я очень рад, что сегодня мы собрались для того, чтобы почтить память погибших воинов за наше светлое будущее. Ведь если бы они не боролись за наше будущее, сейчас бы нас не было. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Лакский район. А в Махачкале в честь 75-летия Великой Победы состоялось конно-спортивное мероприятие. Дети и взрослые в праздничный день наблюдали за увлекательными скачками и парадом лошадей. Это событие также ознаменовало открытие в Дагестане нового ипподрома. Подробнее – Хамзанур Магомедов. Праздник начался с парада в честь 75-летия Победы. Десятки наездников в память о подвигах героев Великой Отечественной войны организовали шествие, которое прошло по накатанной спортивной дорожке. Это праздник селеного юношеского парада. Далее прошли сами состязания – скачки на лошадях. Всего было семь заездов. В них участвовали лошади дагестанской арабской породы. Чистокровные английские и полукровные. Отдельный забег прошел среди иноходцев и домашних лошадей – пони. Давайте поддержим наших участников! Давай, давай, круче! Победителям и призерам скачек вручили денежные призы, памятные медали и грамоты. Это получается у нас двухлетняя первая скачка. Лошадь скакала первый ряд. И то, что мы работали, получилось не зря. Сами, честно говоря, не ожидали на такой результат. Ну, надеялись, конечно, но на такой вот результат не ожидали. С другой стороны приехали, услышали, что будут скачки, но хотели тоже приехать, посмотреть, поставить, проверить своих лошадей. Жакеев, тренеров, хозяев верховых животных лично поздравили именитые спортсмены и общественные деятели. Самое важное то, что сегодня здесь разных конфессий, разных собрались национальности людей для того, чтобы посмотреть скачки и праздник. Очень прекрасно. Я благодарю людей, которые организовали. Видно же на высшем уровне, потому что у нас достраивается и арена. И я думаю, что для республики это очень такой важный объект. Между заездами известные артисты исполняли нашиды. Среди детишек состоялись конкурсы с розыгрышем подарков. А все желающие смогли отведать главное угощение праздника – вкусный узбекский плов. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Инсан». Соответственно, все средства, поступившие от спонсоров, от участников, все пожертвования, они будут направлены на лечение тяжеловольных детей. Новый ипподром находится за северным постом около Вездного Махачкало со стороны Буйнакского перевала. Он принадлежит к оноспортивному клубу «Ватан». Комплекс полностью еще не достроен, однако уже готов для проведения крупных мероприятий. Я считаю, для республики это большое, очень большое дело, потому что на сегодняшний день, на сегодняшний час у нас нет нигде. Этого ипподрома не было, исправлю, не было. А сейчас вот он у нас появился. Руководство ипподрома намерено и дальше продолжать радовать жителей республики спортивными мероприятиями. Цель – объединение многонационального дагестанского народа и пропаганда здорового образа жизни. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Даудгасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Махачкала вошла в десятку популярных летних направлений для отдыха. По результатам исследования, столицу Дагестана стали чаще других рассматривать в качестве места для летнего отдыха. Столица республики по частоте запросов разместилась на девятой строчке рейтинга курортных городов страны. Самыми популярными стали Симферополь, Сочи и Анапа. На четвертую строчку впервые поднялись минеральные воды. В десятку также вошли Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург и Геленджик. Больше года назад наш телеканал освещал трудности, с которыми приходится сталкиваться с жителем села Большая Орешевка Кизлярского района. Изношенный мост, плохие дороги и старые коммуникации. Неразрешимых проблем – целая связка. Казалось бы, за год некоторые из наиболее острых вопросов могли бы быть решены. Однако местные власти, по словам людей, так ничего и не предприняли, а проблем стало только больше. По теме от Ханапова подробнее. Посмотрите на этот мост. Я уже не знаю, сколько лет жители села бьются, требуют, просят, чтобы этот мост восстановили. Вот посмотрите на эти сваи. Сегодня, завтра эти сваи упадут. Этот мост связывает два населенных пункта – Большую Орешевку и Макаровскую. О его аварийном состоянии прошлой зимой делал сюжет «Мой коллега». Сейчас мост преобразился, только вот в худшую сторону. Если раньше проехать по нему, хоть и кое-как, но все же удавалось, то теперь даже ногой ступить страшно. А маршрутка не может ездить по этому мосту. Ученики каждый день должны ездить в школу, туда-обратно. Вот ту дорогу, видите, который примитивный мост, по этому мосту она застревает, она не может ездить. Отсюда привозят маршрутку детей, они отсюда идут пешком во время дождя и грязи, снега тоже. А сколько километров отсюда до школы? Отсюда до села уже еще два с половиной километра. То есть детям приходят два с половиной километра? Идти пешком, да. На 30 метрах дороги здесь повсюду торчащие ржавые прутья арматуры, которые вот-вот обвалятся. Сваи словно на соплях. А удручающую картину дополняют вот такие отвалившиеся бетонные плиты. Их здесь называют шутя могильниками. По виду они действительно напоминают подобные. Да и для некоторых животных оказываются в прямом смысле могилой. Каждый раз бараны падают, коровы падают. Этот мост препятствует переезду грузовых, сельскохозяйственных машин и перегон крупно-рогатого скота, мелко-рогатого скота. Население Большой Орешевки около 3000 человек. И только жители нескольких улиц имеют доступ к чистой воде. А все дело в том, что некогда выделенные на обновление водопроводных сетей средства ушли, по словам местных жителей, не по назначению. В 2009 году в рамках республиканской инвестиционной программы на замену коммуникаций по бумагам было потрачено более 33 миллионов рублей. Однако, ввоз, как говорится, и ныне там. Вот был проведен водопровод, выписаны были колоссальные деньги. На эти деньги можно взять три водопровода. Все материалы, которые были закуплены и запущены на вот этот водопровод, были самые дешевые, которые возможно было только закупить. По самой низкой цене их закупили. Вот даже посмотрите, этот лист элементарный. Даже он по госту не проходит. Этот колодец тоже, если просто прыгнуть, он должен быть армирован. Арматуры в нем нет, абсолютно нет. Некоторые улицы и вовсе обезвоженные. Пока большинство жителей подключены к старым сетям. Новые оказались вовсе непригодны. Трубы прорвало, вода стала загрязняться. Мы обратились в администрацию Кизлярского района, чтобы узнать, как возможно решить эту проблему. Ответ был неутешительный. Коротко, ждать придется еще немало. Какие-то действия предпринять, действия предпринять в отношении этой водопроводной линии, нужно, во-первых, произвести инвентаризацию, в каком она состоянии. Второе, сделать акт дефектный. И третье, составить смет. Мы рассказали о двух самых важных проблемах Большой Орешевки. Однако, это далеко не все. Здесь и плохие дороги, и состояние фельдшерско-акушерского пункта оставляет желать лучшего. Но пока жители просят власти решить хотя бы самую насущную проблему с мостами и с водой. По теме от Ханапова, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, новости ННТ, Кизлярский район. Давняя проблема общества «Монтажник» в Махачкале буквально отравляет людям жизнь. Канализация, которая растеклась рекой повсеместно, душит местных жителей едким запахом. Ситуация усугубляется в летний период. На место выехал представитель администрации города, который объяснил, почему проблема застоялась в прямом и переносном смыслах. Мои коллеги побывали на месте событий и знают подробности. Некогда канализационный ручей превратился в речку Ваняйку, которая приносит массу неудобств местным жителям. Осенью в результате дождей грязная вода затапливает дома, летом стоит знойная жара, усиливая неприятный запах. Жить в таких условиях невыносимо. Мужская часть населения вынуждена вручную очищать канал от мусора, чтобы вода не застаивалась. Его запах невозможно передать через микрофон, через камеру, но люди задыхаются, дети падают. Это фекалия, вы понимаете, это туберкулез. Это полный букет антисанитарии. В этом году мы сами чисто ручную камушку ложим, где надо рубим, где надо вилами, лопатами, граблями тягаем, чтобы вода проходила, ил проходила. А так невозможно вообще дышать. Эдуарду Муратханову 80 лет. Он в числе активистов принимает участие в очистке канала и не отстает. Несмотря на преклонный возраст, мужчина не раз спускался в канал, чтобы лично провести очистку. Раньше здесь правильно сказали, что ручеёк шёл 20 лет тому назад. Так было. Здесь рыба ловилась. Тут лягушки квакали, ночью нам спать не давали. Сейчас ничего, всё исчезло, и даже комары исчезли. Это опасность не только для нас, это для всего города. Это всё идёт, море поступает. В стоке идут отовсюду. Проблемная речка заполняется не только водой из домов жителей посёлка, но и канализационными водами прилегающих улиц других посёлков. Чтобы решить проблему с бородой, люди обращались во все возможные инстанции. Но пока, по их словам, никто не дал вразумительного ответа. Чтобы разобраться в вопросе, на место событий приехал представитель УЖКХ. В связи с тем, что все канализационные линии у нас перегружены, пока эту канализацию не сделают шахтный метод Махачкала-Каспийск, некуда это всё соединять, ввести. Должна быть точка подключения. Вся эта канализация, которая здесь идёт, она под пором идёт. Это всё, все стоки, чтобы перехватить, нужно завершить эту канализацию. Когда это завершится, не то, что это микрором, Палмира, всё это, все вот такие проблемы, нигде канализации нет. Чтобы это всё перехватить, надо сперва, куда её сбрасывать. Администрация Махачкалы намерена сделать всё возможное в решении вопроса. Но для того, чтобы решить проблему с давней историей, понадобится время. Кроме того, необходимы немалые средства, которыми, по словам представителя УЖКХ, администрация пока не располагает. В качестве временного решения проблемы представитель город-администрации предложил очистку водостока, которую будут проводить регулярно, чтобы жителям не пришлось заниматься этим вручную. Хадижа Курбанова, Зарифа Шабанова, Асияту Малатова, Инур Магомед, Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. 27 июня в России отмечают День молодёжи. Это не только праздник, а ещё и повод привлечь внимание к проблемам молодых. Молодость – самый прекрасный период в жизни. Это возраст мечтаний, надежды, становления человеческой личности. Какая же она, современная молодёжь? Сегодня мы дали слово представителям молодого поколения, тем, кому предстоит в ближайшие десятилетия развивать страну и Дагестан, тем, от кого реально зависит наше будущее. О чём они думают, какими видят себя, к чему стремятся? Подробнее в сюжете моей коллеги Алины Багиловой. Дагестан славится талантливой молодёжью, отличающейся неподдельным патриотизмом, успехами в учёбе, спорте, творчестве и искусстве. Молодые люди активно участвуют в жизни нашей республики, показывая высокие результаты в разных сферах, достойно представляя не только нашу республику, но и страну в целом. Молодёжь, придерживающаяся разных взглядов, но объединённая одним порывом – желанием сделать мир лучше. Магомед Хан – призёр Всероссийской Олимпиады уже с юного возраста. Он начал читать университетские учебники и научную литературу, твёрдо решив для себя, что станет нейрохирургом. Мне очень интересно данное направление, а также, что человек работает с мозгом. Это главный орган у нас, в котором находятся все наши воспоминания, чувства. Работать нейрохирургом, я думаю, это очень интересно и захватывающе. По большей части у меня была не в школьной программе я готовился, а к олимпиадной программе, чтобы поступить в ВУЗ. Если бы я выиграл эти олимпиады, то я смогу поступить. Так и получилось. Ещё один пример яркого представителя молодого поколения – Гульбике, призёр Всероссийской Олимпиады школьников по технологиям. Она мечтает стать дизайнером и открыть в Дагестане своё швейное производство. В девятом классе в региональном я заняла первое место и прошла в заключительный этап Всероссийской Олимпиады. И тогда мы уже начали готовиться по полной. Я поехала в сборы в Москву, начала заниматься, ходила в ателье, шила. И после того, как мы оттуда вернулись без места, уже нас было не остановить. Мы участвовали и в следующем году, и в этом году. И в этом году, наконец, я стала призёром. Я добилась. Я хочу закончить Санкт-Петербургский государственный университет дизайна, вернуться в Дагестан и открыть своё большое швейное производство. Я вижу его очень стильным, большим, масштабным. Я вижу, как люди работают в ним, как они подставляют в разные магазины, товары, одежду, которую мы производим. Мне кажется, что учиться, это, наверное, на данный момент, это самое главное. Потому что мне кажется, что учёба открывает практически все. Если не все, то многие двери она открывает. Помимо творческой молодёжи, Дагестан славится также и молодыми богословами. Теми, кто с ранних лет своим примером прививает сверстникам любовь к религии Всевышнему. Амир – один из молодых хафизов, который в свои 18 лет уже выучил Коран наизусть. Теперь он передаёт эти знания другим, обучаясь священному писанию и основам ислама. Для меня сейчас важно передать то, что я знаю. Передать другим, моим ровесникам. Хотелось бы тоже, чтобы они поближе познакомились с нашей религией, с Кораном, чтобы все умели читать. Как мы все знаем, то, что мы приобретаем, мы должны дальше передавать, как мы можем в себе не держать, дальше передавать. И сами дальше обучаться, не останавливаться на этом. Поэтому именно на Коране, если полностью учить, уже дальше учить, и так далее, чтобы уже с перевода мы понимали. А вот ещё один юный последователь исламских наук, призёр Всероссийской олимпиады исламских дисциплин Магомед Ари по совету родителей связал свою жизнь с религией, будучи ещё совсем ребёнком. Он прекрасно знает основы вероучения, теперь работает в одном из крупнейших на Северном Кавказе исламских университетов. Я считаю, это как бы призванием и большой милостью Всевышнего Аллаха для меня быть носителем знаний. И впоследствии этого показать другим нравственный характер, обучать их и донести до других знаний. Прочитав историю ислама, мы знаем, как Дагестан славился своими алимами, и видя их труд, который они донесли до нас, хотелось бы тоже их путь продолжить. Желание помочь объединяет абсолютно разных людей с разными профессиями. Все они объединены общей миссией – нести добро и помогать другим. Так, например, волонтёры-медики в очень сложных условиях помогли сотням людей на безвозмездной добровольческой основе. Я была одним из организаторов именно волонтёрства в республике, именно в сфере здравоохранения. И до сих пор продолжаю эту деятельность. И в период пандемии, конечно, когда ситуация начала ухудшаться, те люди, которые находились в зоне риска, это именно пожилые, инвалиды, маломобильные граждане, они больше всего нуждались в помощи. И как бы я не могла здесь остаться равнодушной. Я работаю со студентами, с такими же волонтёрами, как и я когда-то. И мне хочется им привить именно чувство вот этого сострадания, чувство небезразличия. Ну, и это и есть моя главная цель, приходя новым волонтёрам всё время это прививать. Дагестан славится большим количеством спортсменов. Их вклад в развитие физической культуры и спорта неоценим. Молодые ребята на примере друг друга благодаря своему упорству и труду становятся призёрами и чемпионами. Их имена известны далеко за пределами родины. Алихан Жабраилов – чемпион мира по вольной борьбе. С 10 лет он связал свою жизнь со спортом по примеру своего отца. На протяжении этого времени ты уже видишь там других спортсменов более такими высокими результатами. И уже как-то на них хочешь равняться, на них хочешь быть похожим. Когда я только вот начинал более серьёзно тренироваться, это как бы такая, знаете, цель была попасть в сборную, получить там экипировку, там получать стипендию. И когда уже я этого достиг, ну я подумал, ну достиг, и уже мне чего-то большего захотелось. И вот так постепенно, постепенно. «Откуда ты, молодость? Я отовсюду. Чем будешь ты миру, днём завтрашним буду», писал наш великий земляк, народный поэт Дагестана Расул Гамзатов. Именно такая молодёжь, смелая, умная, амбициозная, разносторонне развитая, духовная, трудолюбивая, жаждущая знаний и высот определяет будущее Дагестана. Алина Багелова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». В медицинском колледже имени Башларова чествовали студентов-волонтёров. В разгаре эпидемии COVID-19, когда заболеваемость в нашей республике была на пике, рискуя собственным здоровьем, юные помощники врачей вместе с опытными медиками спасали жизни других людей. В адрес ребят прозвучали слова благодарности, им вручили грамоты и денежные премии, а некоторых взяли на работу как молодых специалистов, делом доказавших, что они профессионалы. Подробнее наши корреспонденты. Самое сложное было видеть их боль, то, что они вот, когда они, у них состояние ухудшалось моментом, когда они поступали в каком-то состоянии, они поступали, вот это видеть было самое сложное. А дальше, когда мы видели результаты нашей работы, это было самое приятное, то, что можно увидеть. Более 50 студентов медколледжа имени Башларова помогали врачам республики бороться с коронавирусом. Пример им показала директор колледжа. Фатима Сулейманова одной из первых отправила своего ребенка в красную зону, несмотря на опасность. В трудную минуту. Я считала, что если мой ребенок не пойдет, как могут другие тогда отправить своих детей? Поэтому страха никакого не было. Была радость, что ребенок может оказать какую-то помощь и спасти чью-то жизнь. Счет спасенным человеческим жизням шел на сотни. Только в третьей городской больнице Махачкалы, где работали волонтеры колледжа, всего за один месяц и четыре дня вылечили около 200 пациентов. И в самый первый день, когда наибольшее количество пациентов поступало, более 30 человек, они сразу с нами рядом оказались. И что удивило, они оказались профессионалами. Действительно профессионалами своего дела. Они просто буквально на лету хватали, воспринимали то, что нужно делать. И все необходимые мероприятия проводили. Поэтому хочется сказать огромное спасибо. На торжественном мероприятии волонтеров поблагодарили представителей Министерства по национальной политике. Они отметили не только высокий уровень подготовки студентов, но и прекрасную воспитательную работу. Именно это, по ее словам, стало главной причиной отзывчивости ребят. Самое главное не просто получить диплом и быть хорошим врачом. Самое главное быть порядочным, добрым врачом, знающим свое дело, в трудную минуту, которая не уйдет на больничный, не напишет заявление, не уволится, скажем так, а пойдет добровольно оказывать помощь своим согражданам. Помимо слов благодарности и добрых пожеланий студентов-волонтеров ожидало еще одно поощрение и вручили грамоты и денежные премии. 14 из них уже трудоустроены в третью городскую больницу Махачкалы. Именно там они впервые почувствовали себя настоящими врачами, спасающими жизни других людей. Хамзанур Магмедов, Мусас Алгиреев, И к другим темам. В Дагестане растет спрос на безналичную оплату. За три месяца на территории региона совершено почти 15 миллионов операций на общую сумму в 10 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество операций возросло в 2,7 раза, объем на 82%. 13% операций приходится на оплату товаров и услуг. Увеличилось также и количество переводов с карты на карту. Стоит отметить, что рост безналичных платежей в регионе стал возможен благодаря реализации Республики проекта по повышению доступности финансовых услуг в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных районах. Около 700 работников социальных учреждений Минтруда Дагестана, интернатов для пожилых граждан и инвалидов, а также интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья перешли на посменный режим работы. О том, как персоналу и их подопечным удавалось соблюдать все требования самоизоляции, расскажут мои коллеги. Так, в доме-интернате для детей с ограниченными возможностями заботы, где сейчас в режиме самоизоляции находится 82 ребенка, в каждой смене работает по 15 специалистов, среди которых врачи, педагоги, повара и технический персонал. Как отметили в интернате, во время смены персоналы с трех отделений не контактируют даже между собой. Прогулки проводятся поэтапно. Но в данный момент 82 ребенка, потому что до того, пока интернат перейдет на закрытый режим, были случаи, когда родители забирали или родственники своих детей, и когда мы уже закрылись, мы не имели возможности их принять назад. Ну, в принципе, они как бы и не хотели их отдавать, сказали, что по окончанию карантина приведут. Вот сегодня у нас 82 ребенка. Каждая смена длится 14 дней. Все это время работники не покидают учреждения, общаются с близкими только по телефону. Нянечка Зухрабик-Палатова каждый день на связи с 10-летней дочерью, которая в отсутствии мамы выполняет всю работу по дому сама. Мамочка, как у тебя дела? Мы так соскучились по тебе. Я тоже, доченька, по вам всем соскучилась. Все хорошо у меня, все хорошо, моя лапочка. Вы пообедали? Да. Да, я покормила стайку, накормила папу. Ага, помнится. Владимиром Путином было поручено произвести дополнительные стимулирующие выплаты социальным работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку в период пандемии коронавируса. Уже около 700 социальных работников получили выплаты за отработанные смены на сумму свыше 15 миллионов рублей. Мы еще хотим поблагодарить наше руководство республики за то, что оценили наш труд, то, что будет самоизоляция, то, что мы 14 дней отработали, получили стимулирующее. И еще хотелось бы поблагодарить за условия, которые созданы в интернате «Забота». Они, можно сказать, приближены к домашним условиям. Все условия есть, плюс хорошее питание. Историческая реликвия – мечеть Медресе в горах Дагестана в древнем Цахуре. Нуждается в капитальной реставрации и реконструкции. В этом году самому первому, по мнению многих ученых, высшему учебному заведению на Северном Кавказе исполняется 950 лет. Основанная в 1075 году Медресе в свое время была плотом исламских знаний. В каком состоянии здание находится сейчас? Узнаем в сюжете Гурбана Рагимова. Она может упасть в любой момент. Она может упасть и завтра. Она может через год или через пять. Мы сами не знаем. Само местонахождение Цахурского Медресе уже создает проблему. Построенное на скалах, оно окружено обрывами, что не позволяет установить подпорки и укрепить стены. Труднодоступность архитектурной реликвии ставит перед будущими реставраторами нелегкую задачу. Но решать ее надо, ведь западная часть этого строения уже в трещинах. Требуется скорейшая реконструкция. Землетрясение, набеги и поджоги. Это здание не раз было разрушено, а затем восстановлено силами местных жителей. В советский период здесь была общеобразовательная школа и лишь в 90-е, по желанию местных жителей, здесь вновь открыли мечеть. Медресе в Цахуре – уникальный памятник истории страны гора. Она открылась в далеком 11 веке. Учебное заведение возвели в 1075 году по инициативе визира сельдюкшского султаната Низама Альмулька. Это медресе открылось на 13 лет раньше университета в итальянском городе Болония, который считается древнейшим в Европе. Но если пора средневековья для Европы была темным временем, то для ислама стала золотым веком эпохой расцвета науки и искусства. Он создал сеть медресе в Балхе, Нишапуре, Герате, в Багдаде, в других городах. Удивительно, что в это число попал и Цахур. Огромный образовательный центр, в котором работали выходцы из этого региона, которые обучались в территории Ирака, Сирии и других учебных заведений, приходили и дальше распространяли исламом. В разные годы за знаниями в Цахур приезжали люди со всего Нагорного Дагестана и ближайших стран. Медресе взрастило учёных, прославивших свою малую родину. Эти стены помнят студентов, ставших затем видными богословами и проповедниками. Это медресе Низамия. Ей около тысячи лет. Она знаменита тем, что здесь начали преподавательскую деятельность ученики известного учёного богослова Мама Газали. В медресе в Дагестане очень много было, но такого учебного заведения, которое университетского типа, где было общежитие, где были такие условия, созданные для других приезжих, здесь обучались не только из Дагестана, даже с Золотой Орды, здесь, как говорится, в документах где-то было обучались. Здесь из ближнего зарубежья обучались студенты. Даже есть отдельные кладбища, где хоронили этих студентов. Помимо организации учебного процесса, здесь были налажены переписывания и перевод научных трудов. В основном с арабского, нацахурский и другие языки Дагестана. В примечательской библиотеке сохранились старинные рукописи. При этом почти половина бесценных книг пропала в годы советской власти. И я думаю, если мы тоже потеряем, не сохраним это в надлежащем виде, нам наши потомки не простят это. И я, как имам Цахурской долины, я думаю, мы в ближайшее время ее аккуратно оцифруем. В ближайшее время то, что сможем перевести, переведем, потому что книга, когда считается книгой, когда с нее получают пользу, с нее берут молодежь наша, не черпают там где-то в интернете. Цахурское медресе – объект культурного наследия регионального значения. Для его капитальной реконструкции нужна специальная экспертиза, так как ремонтные работы здесь имеют право проводить только фирмы, специализирующиеся на реставрации исторических объектов. Мы пригласили сюда два года назад казанская фирма, которая занимается архитектурными памятниками, постоянно держим с ними связь. Они пришли, здесь сканировали полностью мечеть и сказали, мечеть надо переводить от регионального на федеральный уровень, чтобы хотя бы получить оттуда какие-то финансирования. Потому что с такими средствами очень тяжело нам. Цахурцы не первый год обращаются в разные министерства, надеясь на скорое решение этого вопроса. Жемчужина Древнего Дагестана находится под надзором Агентства по охране культурного наследия. В ведомстве отмечают, что на контроле у них есть более шести тысяч таких же исторически важных памятников архитектуры, охватить вниманием которой невозможно при ограниченном финансировании. Отчасти можно было бы решить это за счет включения различного рода федеральной программы. Но, как правило, в федеральных программах участвуют объекты федерального значения или находящиеся в федеральной собственности. Жители села, насколько я знаю, обращались по поводу перевода этого объекта в категорию федерального объекта культурного наследия. Там процедура такая, что необходимо заключение эксперта. И уже после заключения эксперта обращение в Министерство культуры Российской Федерации по согласованию с агентством по охране культурного наследия, с администрацией района. И уже окончательное решение принимает Министерство культуры. Потерять мечеть или даже библиотеку для местных жителей – всё равно, что потерять самобытность и национальную идентичность. Предание Цахурскому Медресе XI века статуса памятника федерального значения, а, возможно, и внесение его в список всемирного наследия ЮНЕСКО поможет открыть новую страницу истории этой святыни. Тогда появится реальная перспектива, чтобы общими усилиями сохранить для будущих поколений этот памятник дагестанской культуры, значимый для России и всего мира. Курбан Рагимов, Амина Джавадханова, Ислам Халиков и Алиасхаб Магомедов, телеканал ННТ, Рутульский район. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин